Мы уже дома, сейчас едем вдвоем с мужем на прогулку, потому что Милан уже у бабушки И вчера у нас были гости, 10 человек, мне удалось принять у себя дома, накормить и развеселить Было очень классно, все остались очень довольны Я, честно говоря, себя редко хвалю, но здесь не могу удержаться, потому что на самом деле я умница Все сделала сама, все сделала вовремя, хотела встать вчера в 6 часов утра Но так как мы в пятницу были в Париже, приехали поздно, тоже там убирались По всему участку ходили, собирали игрушки Милана, то я встала не в 6, а в 7 И муж мне сказал, что не волнуйся, я тебе все помогу, 10 человек это все-таки тоже не шутки Их надо кормить, вот, и приехать они должны были в 11.30 То есть во Франции так, если вы кого-то приглашаете на обед, то застолье начинается рано, где-то в 11.30 И это все начинается с аперитива, и потом уже обед получается попозже, чем обычно Где-то часов в 2, пол третьего, даже в 3 часа, может быть Вот, я встала в 7 часов В общем, муж мой поехал за хлебом, за свежим Для французов очень важно, чтобы хлеб был всегда свежий Вот он за ним поехал и пропал Пропал, потому что купил хлеб и еще попал в какой-то магазин На какие-то супер там распродажи, потому что в принципе распродажи уже закончились А там, ну, непонятно какие, то есть дни были И продавались хорошие вещи Я вам сейчас покажу кроссовки, которые он мне купил там За 10 евро, кожаные, покажу вам сейчас Сделаны в Италии Купил еще Милану куртку Мы едем с ним на следующей неделе в гости к его брату Поэтому тоже надо было купить подарки детям Ну и вот он как раз все это совместил именно в этот день, когда должны приехать гости А я уже на кухне там крутилась одна И потом он приехал, и я думала, что наконец-то вот он мне поможет Он сказал, что я вспомнил, я же хотела еще и покосить траву Так получилось, что я все успела, все сделала, сама не думала И вроде бы как бы не спеша не скажу, что у меня там просто был язык на плечах Хорошо, что мы приехали вот в пятницу, потому что муж говорил Давай поедем в субботу с утра, ничего страшного, все успеем Они, наверное, как-то не до конца все-таки понимают, что 10 человек это не шутка Ну и в любом случае, когда ждешь гостей, чтобы не волноваться Все сделать не спеша Лучше, конечно же, не приезжать в тот день, когда приезжают гости Тем более так рано Так вот мы с ним в пятницу приехали Я убрала все дома, помыла пол, все-все вымыла Мы с ним убрали вокруг дома все игрушки Милана Был, наверное, какой-то сильный ветер, потому что все было разбросано по всему участку И поэтому вот суббота я уже спокойно, чисто занималась только готовкой И все получилось, я очень сильно вдохновилась Сейчас вам покажу этот мой телефон Фотографиями Видите, вот такими вот То есть на оперо, на закуску я делала точно такие же, вот как здесь на фотографии Видите, как такие плато То есть я брала деревянные досточки И на них ложила уже нарезку, там сыр, огурчики, оливки В стаканчике тоже поставила такие палочки Сыр на закуску, который именно идет вот такими вот И сделала много таких досточек Получилось очень красиво То есть я сама была довольна Со всех сторон положили Мы купили большой стол с мужем Тоже потом вам покажу Все сели, все сели аккуратно Никто не щемился Локтями ни в кого не упирался То есть действительно было классно Мы на улице ели, повезло с погодой Видите, еще одна красивая фотография Вот я именно ими вдохновилась И так вот все и делала Единственное, что не успела, очень хотела Потому что, как уже сказала Самой очень понравилось, как я сделала стол Я не успела сфотографировать и заснять Потому что вот все получилось впритык Я приготовила, помылась, накрасилась И вот уже гости начали приезжать На горячее блюдо мы с мужем Ну, это вообще не в хаске На горячее блюдо, вернее, на горячее мы с мужем придумали такой трек В общем, я приготовила французский гротан Приготовила рис отдельно Потому что были там люди, которые вегетарианцы То есть не употребляют никакое мясо И поэтому надо было что-то такое Например, как рис, овощи Вот, поэтому я приготовила рис отдельно Просто чисто белый Сделала рассыпчатый, вкусный Приготовила ратату французский Запекла рыбу Запекла курицу И еще мы с мужем думали Сделать барбекю Купили очень много французских колбасок Но до барбекю не дошло дело Потому что оказалось много еды И как бы, ну, мы сошлись на том Что уже бессмысленно делать барбекю И все это застолье у нас, получается Протекало с 11.30 Апереди в какая-то легкая выпивка Потом, знаете, французы это тоже Они такие люди, они любят чисто такие вот Посиделки за столом, безвылазные Хотя есть и такие, что сидят, знаете И просто могут до вечера бла-бла-бла там разговаривать А у нас же нет Вот мы сделали аперо Потом поиграли Кто-то взял с собой шары для питанг Знаете, вот это игры в питанг Процузы любят играть То есть у нас, благо, участок позволяет Мы поиграли Там мы две команды разделились Было очень весело Потом я не спеша подогрела Подготовила И вот я не сказала Мы поставили к одному общему длинному столу Отдельно маленький на улице Открыли его То есть тоже там украсила я его И мы поставили туда все вот эти горячие блюда Я разложила приборы И каждый подходил и брал то, что ему хочется И столько, сколько ему хочется Вот это было очень хорошо Потому что кто-то хочет поменьше Кто-то хочет побольше Кто-то хочет картошку Кто-то рис Кто-то там овощи Ну то есть это было очень классно Мне понравилось Мы теперь всегда так будем делать Потом вот посидели Опять поиграли И потом уже был десерт Десерт, я вам честно скажу Это не моя фишка Вы знаете, что я бегу редко И у меня как-то не очень хорошо получается Поэтому мы договорились Кстати, люди эти были Это не члены семьи То есть перед которыми можно упасть чуть-чуть в грязь лицом И тебя поймут А это были коллеги моего мужа То есть там надо было действительно выглядеть достойно И вести себя И поддерживать уровень Вот И я очень рада, что все удалось И вот все это у нас застолье протекало до 7 вечера Вот так С 11.30 до 7 вечера И потом еще вот тоже это не предвиделось Два То есть Мужчины, коллеги моего мужа Они остались у нас на ночь И как завершился вечер Я, честно говоря, была уже такая Подуставшая Потому что Когда все почти разъехались Муж поехал с этими Двумя коллегами В соседний город Это ванфлер Просто чтобы пройтись Показать им Они там не были А я осталась дома Для того, чтобы все разобрать Убрать Помыть посуду И помыть полы Потому что Если кто-то заходил домой То заходили в обуви Вот Я все убрала Помыла посуду Помыла пол Поменяла постели Потому что я уже знала Что они будут оставаться И думаю Все сделала Пойду спать Это уже было часов Где-то там К 12 ночи И представьте Захожу в комнату И на шкафу Вижу Огромного Просто паука Который сидит Не горизонтально А вертикально У меня муж Такой человек Который не убивает Вообще Ни одно насекомое И я к этому Тоже привыкла Теперь Если я кого-то вижу То есть Мы ловим Накрываем Там какой-нибудь Стеклянной посудой И потом Муж Приходит Если он на работе Или где-то И он Вносит Их За пределы Нашего участка И тут Я в общем Решила тоже Славить этого паука Большого Но не тут-то было Он был такой огромный Что я даже боялась К ним подступиться Я уже подумала Ладно Пофиг Этот раз Сделаю что-нибудь плохое Взяла пылесос Думаю Пылесос Уберу ее Но она такая большая была Честно говоря Что мне даже Страшно было Пылесос поднести В итоге Я позвонила мужу Сказала Что приезжаю Потому что Я точно не усну Если буду узнать Что где-то дома Вот такое чудо Еще бродит И в итоге Они приехали Где-то к двум А я так и сидела Напротив этого паука И смотрела Чтобы она Никуда не уезжала Получалось еще Что она Не горизонтально сидела А так бы ее Чем-нибудь накрыла Там какой-нибудь Кастрюлей Тлавил ее так А она вертикально сидела То есть на дверьке Я ее никак не могла Оттуда не сбить Ничего И они приехали Словили И сейчас мы Это чудовище Везем с собой Мы едем на прогулку Я вам уже сказала И там На прогулке Ее куда-нибудь Выпустим Вот она Смотрите Путешественница Огромный паук Вчера вечером Словили Он уже сделал Видите Здесь Даже в этой банке Эту Паутину То есть Все Где-нибудь В лесу Остановимся И Выкинем Ну очень большой Просто палки Я не знаю Лето Мы открываем Окна Двери Надо конечно Как-то закрывать Или что Потому что Уже становится Ночью прохладно Не заползают Все внутрь И Не хочу Такого соседства Так что Вот так Мы едем На прогулку Не знаю Это будет В новом Влоге Или все еще В этом Спасибо Всем В любом случае За просмотр За поддержку И оставайтесь Субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому